Всем доброй ночи, вечерочка! У кого смотря какое время суток, братишка-сестрёнка, сегодня я тебе принёс выживалочку, очень интересную, по крайней мере, для рынка мобильных игр, Badlanders или Badlanders, называй как хочешь, от этого суть игры не поменяется, и это мобильная адаптация Escape from Tarkov. Игра, которая подожгла и подожжёт немало пуканчиков, на самом деле Escape from Tarkov это жесть, какая хардкорная игра с реалистичной стрельбой, с замесами там жуткими, там можно быть диким, можно быть не диким, можно играть с игроками, если я пока только начал играть, вникать, и не сказал бы, что тут прямо какая-то, ну такая серьёзная стрельба, либо нет, она всё-таки более казуальная, но на мобильном рынке выживалок вот такого типа нету, чтобы ты, допустим, залетал на карту, и твоя задача была не только всех убить, не обязательно всех убить, ты можешь просто свалить раньше. То есть через какое-то определённое время на карте будут появляться точки выхода. То есть если мы туда залетим, и за 14 секунд нас там не сделают нам причихлюлю, то мы сможем выйти, а главное здесь не только выжить, главное это вынести как можно больше ништячков, да мы тут должны лутаться, не только для того, чтобы одеть там броник или лучшую пушку, а чтобы вытащить всё это к себе на базу, прогрейдить базу. Из минусов сразу скажу то, что игра не русифицирована, и инфы по русификации, к сожалению, ребятушки нету. И поэтому не совсем понятно, что есть что, что дорого-богато, а что нахрен и не нужно. Поначалу очень мало слотов, поэтому даже выходя на рейд, патроны тоже придётся рассчитывать, ибо просто вы можете не утащить необходимую шмотку, если вам придётся выкидывать патроны. А с чем стрелять? У меня как бы обычная штурмовушка, ну как обычная, что нашёл, то и взял, штурмовушка и болтовка. Ну и пистолет, это прямо на крайний случай, хотя, наверное, его надо всё-таки убрать. Причехлили ещё одного радостного мальчишку, кибальчишку, и между прочим, мы забираем то, что он набрал. Соответственно, если меня причехлят, это взорвёт мой пуканчик, потому что я потеряю всё, что я тут коплю, таскаю. С чем я пошёл на рейд, и что успел стырить? Кстати, рассказываю, как у тебя дела, играешь ли ты в ПВшку, играешь ли ты в ДН-ку, ждёшь ли ты какие-то новые игру ли? Если ждёшь, то обязательно напиши мне в комментариях, какие. Я с тобой, в принципе, уже в недавнем видосике делился. Во что я хочу поиграть? Я что-то очень жду от Restyle Alive. Что-то прям неохота посмотреть, как реализуется именно в такой графе честное ПВП. Прям интересно. Графа там очень похоже на Black Desert, V4, но мне на самом деле графончик-то в принципе... Ну да, вырывиглаз, тут уже как ни крути. Но в V4 очень был приятный графончик. Мне в принципе понравилась. Понравилась камера, экшн-камера, различные её варианты. Это в принципе тоже было сделано очень неплохо. Единственное, что там просто обосрался геймплей. То есть всё на авто, ничего интересного нет. Полёты на Икарусе тоже мне не зашли, хотя мне... И одна из подписчиков писала, там хорошая графа. Не знаю, мне прям не понравилась графа. Она какая-то дёрганная, неоптимизированная. В принципе, наверное, вот как здесь. То есть да, есть какие-то подёрганья. Если брать, допустим, ПВ-шку, Perfect World, то там всё прям как-то гладенько, чётенько. Если брать Genshin Impact, то это вообще чуть ли не погружение там. Настолько всё грамотно сделано, всё сглажено. Ничто не режет глаз, ничто не тормозит. Это, разумеется, если вы играете на нормальном утюжке. Потому что Genshin Impact, я вам скажу, ребята, по чесноку греет даже 855-го дракона. Греет. Ну, не лагает, но греет. А это плеха. Да, это значит, что всё-таки игру чисто графически всё сглаживание сделано хорошо, но под мобильные, наверное, не особо оптимизировано. Возможно, это случается из-за кроссплатформера, потому что там можно играть, допустим, на ПС, на ПК и, допустим, на мобиле. И даже вы можете пойти в один рейдец вместе со своим друзяшкой, который, допустим, находится вообще в другом месте, с другого устройства. Классно, прикольно. Снайпа, кстати, тоже довольно интересненькая. Бьёт нормально, не дёргает. Тут вообще, в принципе, возможно, просто пушки такие. Может, они маленькие по урону, поэтому как бы ничего не дёргает. Нету, к сожалению, почему-то я не нашёл, а может, просто не выставил. А вид именно от первого лица, мне так больше нравится, я так привык в колдяшку гонять, чтобы именно вот так вот было. Различные локации. Всё нужно бегать, искать, пока нету крыс. Пока нету. Но, ребята, я вам обещаю, здесь крысюки будут. Они будут сидеть в каждом углу, они будут сидеть с дробовиком, чтобы взорвать ваш нахрен пуканчик, потому что что? Во всех выживалках всегда есть крысы. Даже я, кстати, тебе тоже специально делал видосик. Чисто отыгрывал маленькую, вонючую, пушистую крысочку. Снайпушка бьёт неплохо, в принципе, мне понравится. Да, с ней, кстати, неплохо, можно засесть на какой-нибудь вышке. Но игра только-только вышла, не так, например, много игроков на катке появляется, и некоторые, допустим, не идут. Звуки очень сильно влияют на игру, то есть без звуков тут, по сути, вообще делать не хрен. И, главное, тут шаги такие топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ты прям постоянно вот бежишь и прислушиваешься, есть ли левые шаги или нет. Хотя, в принципе, я и в колде тоже очень сильно ориентируюсь на звук, то есть где что, какие шаги. Проект свежий. Был он в предреге. Я на него обязательно регистрировался. Я, по-моему, про него тебе не рассказывал, потому что не совсем понимал, что это будет, с чем это идёт, есть ли смысл его показывать. Но вышла довольно интересная, занятная штучка. Небольшая есть кастомизация персонажа, но это здесь не главное. И мы свалили с нашими замечательными ништячками. Это, кстати, моя девчуля. Третья масочка, броник, ну, потому что там всяких мне ништячков за предрежку насыпали. В принципе, очень даже приятно. Послопоколистический мир. Хотелось бы немножко его пооптимизировать, а так он довольно тоже интересный. Бегаешь, что ты ищешь. Очень много комнат. Шмоточки наши обязательно будем закидывать, смотреть. Подсказки есть. Но, ребята, подсказки у нас тоже не на нашем языке. Не на славянском, так сказать. То есть не совсем понятно. Но проект, безусловно, достоин вашего внимания, потому что есть что посмотреть. Это что-то новое. Новый геймплей. Абсолютно новый. Для выживалок на мобилке. Поэтому обязательно ссылочку я тебе оставлю. Также оставлю ссылочку на инстаграмчик. Там у меня классные фоточки. Стараюсь тебе что-нибудь новое выкладывать. Но все, дружище, пиши свои комментарии. В принципе, что играет, что хотел бы поиграть. Люблю, целую, скучаю. Прожми на Бабенского. Всем хейтерам на зло. Люблю, целую, скучаю. До встречи на следующем видео.